На этот раз фестиваль одномоментно проходил в шести городах России, в том числе и в Барнауле. На площадке нашего города его программа включала в себя бесплатные мастер-классы и армарку товаров алтайских и сибирских брендов, а также зону обмена вещей. Приобрести или обменяться можно было практически всем, и авторскими открытками, и резными черепами, и необычными кольцами. Я уже кольцо купила. Что за кольцо расскажешь? Ну, я так поняла, тут кости куницы, еще какое-то растение, и залили эпоксидной смолой. Это очень необычно, но я люблю такие необычные вещи. Но не только эксклюзивными вещами богата гаражка. Здесь можно найти, к примеру, и товары для здоровья. К примеру, ребята из Новосибирска рассказали, как делают оригинальный, а самое главное – полезный чай. Чай мы сами купажируем, закупаем ингредиенты. Чай из Индии, из Китая, из Шри-Ланки, из Кении, из Вьетнама, из Ирана. Рассчитываем пропорции, берем ягоды, смешиваем сначала все ягоды между собой, а потом добавляем чайный лист. По словам организаторов, внимание к фестивалю растет с каждым годом. Все больше людей со своим товаром регистрируется для участия в гаражке, и все больше гостей приходит для обмена товарами. Разнообразнее становятся и площадки в фестивале. Есть зона сортировки отходов, это зона, куда вы можете сдать в торсырье. Пластик, стекло, жесть, все, что можно переработать в данном городе. Также есть какие-то интересные интерактивные зоны, по типу зона быстрых свадеб, например, у нас есть. Там можно заключить дружеский контракт или пожениться, конечно, не по-настоящему, но в такой игровой форме. Почувствовать, да, каково это. Да, да, на секундочку. Также есть у нас обычно какие-нибудь классные лотереи, есть мастер-классы, играет музыка, играют диджей. Осознанное потребление, говорят организаторы фестиваля, помогает сэкономить 40% семейного бюджета, уменьшить количество выбросов в атмосферу и снизить затраты на коммунальные услуги. Приобретение вещей, созданных ручным трудом, а также сортировка отходов, также является осознанным потреблением. Это поддерживает местных мастеров и способствует развитию локальной экономики. Добавим, следующий фестиваль «Гаражка» пройдет уже в мае. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова